Что ты такое? И что ты делаешь в моей квартире? Сука, я так старалась сделать для тебя ужин, но... Ладно, я поем, поем! А, я забыл выключить свет. С возвращением! У тебя был тяжелый день, да? Простите, ошибся квартирой. Может, добавки? Да, спасибо. Стоять! А кто она такая? Ну, я ценю твою помощь. Но почему ты делаешь это ради меня? Слушай внимательно. Ладно. Как раз в моем вкусе! И это все? Если кто-то ее тут увидит. Я всегда знал, что он способен на такое. Прошу прощения за поведение моего сына! Почему ты пришла именно ко мне? Я не могла оставить тебя в таком беспорядке. Так что пришла помочь. Беспорядки? Я ничего не видел. Просто нужно идти спать. Сразу видно, что ты очень устал. Контролируй себя. И интересно, а как оно внутри? У нас еще осталось мяско и картофельное рагу. Хочешь? Рагу? Чего? Это и есть ее план? Рагу, рагу! Рагу, рагу! К черту! Она ее еще больше бесит! Гриан? Тогда давай так. Если дашь мне почистить свои уши, я дам тебе потрогать свои! Ты дашь мне потрогать свои ушки? Ну, недолго. Ты меня просто насквозь видишь. Ну, ты не пытался это скрыть. Твои уши. Как ты заставила их двигаться? Как заставила? Они же часть меня, как руки и ноги. Что? Она имеет в виду... А, я поняла. Ты отыгрываешь. Чего? Отыгрывает? А, да, точно. Она отыгрывает персонажа. Я уже привык. Точно? Не нужно, Волдомба. Блин. Явно есть о чем. Мы иногда можем шуметь. Ты же не против? Нет. Совсем нет. Серьезно? Какой-то маленький шум... ...мне совсем не помешает. А ведь раньше он тебе помешал. Тихо! Алло, полиция? Тут напали на маленькую девочку. И... Ложись! Мои коленки... ...лишь только для тебя. Мне кажется, будто скоро в двери постучит полиция. Я все хотела спросить. Вот, блин. Так и знал. В... В чем дело? Эти... Уши... ...и хвост. Это же косплей Йоко-чан из «Девушек Инарии»! Уи-уи! Меня зовут Сэнко. Я его жена... ...и его мать! Это что за отношения такие? А, понятно. Я так и подумала. А она что, вообще не слушала? А я думала... ...что мой сосед живет один. Сосед? А оказывается, что он извращенец, который нападает на маленьких девочек. Ну, можно сказать и так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!